Новости на телеканале Видное ТВ. Я, Татьяна Брылова, приветствую всех, кто сейчас с нами. И вначале коротко о темах выпуска. Подписано трехстороннее соглашение между администрацией района, Советом депутатов и районной ветеранской организацией. Одно ваше слово на каком-то мероприятии, на каком-то собрании, оно имеет вес всех тех, кто находится в зале. В рамках государственной программы «Цифровое подмосковье» в МФЦ Московской области продолжается расширение услуг, предоставляемых дистанционно. Для комфорта заявителей мы открыли пять дополнительных окон в нашем МФЦ. Ёлка на воде. Праздничное представление в бассейне «Дельфин». Слух давней, кто уж прошел. Вот подарки не нашел. В преддверии Нового года глава Ленинского района Валерий Венцель встретился с представителями общества ветеранов муниципалитета, чтобы подписать трехстороннее соглашение о сотрудничестве между администрацией, Советом депутатов и ветеранской организацией района. На протяжении долгих лет Ленинская районная организация ветеранов считается одной из лучших в Подмосковье. В ее активе фронтовики, труженики тыла, ветераны военной службы, участники боевых действий, ветераны труда. Сейчас вот время такое, очень много ветеранов выходит из жизни, это наша беда. Поэтому на поверку выходят вот сейчас не только ветераны Великой Отечественной войны, их уже не осталось живых, а ветераны труда, ветераны локальных войн и так далее. Все они входят в состав нашей организации. В взаимодействии с ветеранами Валерий Венцель считает одной из приоритетных задач. Он поблагодарил членов организации за их активность и большой вклад в развитие муниципалитета. Глава также отметил, что ветераны всегда были и продолжают оставаться лидерами общественного мнения. Может быть мы слишком редко говорим вам за это, за все спасибо, потому что одно ваше слово на каком-то мероприятии, на каком-то собрании, оно имеет вес всех тех, кто находится в зале. Это действительно так. Я еще раз хочу вас всех поблагодарить и в торжественной части, пользуясь случаем, хочу поздравить с наступающими праздниками. Каждому члену ветеранской организации удалось лично пообщаться с главой и передать ему свои пожелания о развитии Ленинского района. Все просьбы и идеи были взяты на вооружение. В рамках государственной программы «Цифровое Подмосковье» в многофункциональных центрах Московской области продолжается расширение услуг, предоставляемых дистанционно. Но в связи с этим возникает проблема выдачи документов, которые успешно решают в МФЦ Ленинского района. Ежемесячно до 30 тысяч обращений граждан принимаются специалистами многофункционального центра. Но если сделать заказ на оформление тех или иных документов можно с помощью интернет-портала Госуслуги, то получать готовые документы все равно необходимо лично. Теперь этот процесс станет более удобным. Для комфорта заявителей мы открыли пять дополнительных окон в нашем МФЦ. В отдельном зале, естественно, раньше это было в общем зале, в зале оказания услуг всех на втором этаже. Теперь это на первом этаже в отдельном зале, отдельный зал выдачи. Теперь здесь обслуживается более 500 граждан ежедневно. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя составляет около пяти минут при стандарте в 15. Естественно, граждане таким положением вещей довольны. Все замечательно, мне очень с ними нравится. Я постоянно сюда ходила. Госпециалисты очень хорошие. И окон много, и очереди такой уже как таковой нет. И мне нравятся еще отношения к людям. Мне это нравится. Я сюда часто прихожу. Быстро и комфортно. В настоящее время на базе МФЦ предоставляется более 300 федеральных, региональных и муниципальных услуг. Появление отдельного участка, выдача документов актуальна еще и потому, что количество услуг постоянно увеличивается. Добавляются услуги. Вот в июле месяце у нас добавили еще услугу карта-стрелка, которая тоже количество услуг в день проходит максимальное. Через портал госуслуг заявители подают заявление. Естественно, приходят эти стрелки получать у нас. Мы выдаем эти заявления, все документы. Зал выдачи документов работает в том же режиме, что и остальные подразделения МФЦ ежедневно без выходных с 8 до 20 часов. Новости администрации Ленинского района. С 1 января 2019 года Московская область переходит на раздельный сбор мусора. В Ленинском районе предусмотрено создание 500 таких площадок, которые будут обслуживаться Каширским региональным оператором. Работу по разъяснению нашим жителям мы, естественно, начали еще летом. Мы провели большое количество наших форумов, управдом на территории Ленинского муниципального района. Мы постарались каждом муниципальном образовании, либо сельском, либо городском поселении провести. И вот итоговый управдом буквально прошел на прошлой неделе, где мы подвели итоги. И понимаем, что та задача, которая перед нами стоит, в первую очередь, на переход на раздельный сбор твердокоммунальных отходов. Мы к этой задаче, естественно, готовы. Для того, чтобы жители были более информированы, мы распространили почти 18 тысяч таких листовок, в которых подробно описано, как нужно переходить. Эта реформа включает в себя двухконтейнерную систему сбора твердых коммунальных отходов – сухого, стекло, металл и пластик и мокрого, пищевые и растительные отходы. Понятно, ничего просто так не получится. Изначально мы будем преодолевать определенные сложности, но я уверен, что мы с этой задачей обязательно справимся для того, чтобы на территории нашего муниципалитета обращение с трудами к коммунальным отходам было более цивилизованным. Согласно материалу Министерства экологии и природопользования Московской области, новый экологический стандарт позволит снизить долю складируемых на свалках области отходов до 44% к 2030 году. Кухня в усадьбе. Так называется новая выставка, подготовленная сотрудниками музея-заповедника Горки-Ленинские. Она будет интересна всем, кто любит историю начала прошлого столетия и предпочитает антикварную посуду современной. На выставке побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. Музей-усадьба Горки расширяет свою экспозицию. На новой выставке представлена реконструкция усадебной кухни начала 20 века с предметами быта того времени. Экспонаты взяты из фондов музея, а также предоставлены частными коллекционерами. Все, кто были у нас на экскурсии, знают, что еду в усадьбе Горки готовили в Южном флигеле, в полуподвальных помещениях. И по подземному ходу переносили в большой дом уже для столов, уже для обеда. И как раз в полуподвальных помещениях мы сейчас с вами находимся, Южного флигеля. И здесь мы сделали выставку кухни в усадьбе. Данная выставка позволяет увеличить представление посетителей о быте загородной усадьбы, принадлежавшей в то время Зинаиде Морозовой. Здесь можно увидеть стенды с редкими фотографиями той эпохи. Но самое интересное, конечно же, элементы кухонного быта. Можно увидеть посуду начала 20 века, керамическую, либо металлическую и прочую кухонную утварь. Например, кофемолку, сечу для рубки капусты. Центральное место экспозиции занимает печь. Это так называемая «голландка». Она стала появляться в домах богатых людей в начале 19 века. В отличие от русской печи, она более безопасная и требует меньше дров. Авторы пока не раскрывают все секреты. Но уже к Новому году у посетителей появится возможность узнать невидимую сторону усадебной жизни. А именно пройти по подземному ходу, соединяющему кухню и основное здание. Этот подземный ход, он не является каким-то особенно древним. Это конец 19-го, начало 20 века. По сути, это техническое подземное помещение. Но по нему, конечно, пройти чрезвычайно интересно, потому что с ним связаны определенные легенды, которых мы тоже расскажем. Кроме того, в следующем году музей планирует начать знакомить посетителей и с другими техническими помещениями усадьбы. А в рамках новогодних мероприятий для детей и их родителей начала свою работу «Дача Деда Мороза». Там будут мастер-классы, квесты, спектакли. В общем, очень интересно и весело, как и положено для Нового года. Все подробности можно узнать на официальном сайте музея-заповедника. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Настоящий музыкальный подарок преподнесла Видновская детская школа искусств своим посетителям. Здесь прошел концерт солиста Свердловской государственной академической филармонии Тараса Багинца. В чарующий мир музыки погрузилась наш корреспондент Екатерина Коваленко. В 2013 году в Видновской детской школе искусств появился редкий и поистине уникальный инструмент – орган. И с тех пор здесь регулярно проводятся концерты органной музыки. В этот раз на сцене один из самых востребованных и активно гастролирующих органистов России – Тарас Багинец. Традиционный органный концерт трудно представить без произведений Иоганна Себастьяна Баха. Вот и выступление Тараса Багинца началось с мощного звучания мелодии немецкого композитора. Из первых же аккордов слушатели уносятся куда-то ввысь вслед за высокой и величественной музыкой. В чем же секрет органа? Орган как инструмент, то есть понятие охватывающего много-много сотен тысяч различных инструментов, орган, он каждый раз неповторим. То есть двух одинаковых инструментов не бывает. И каждый раз ты встречаешь новый орган, это совершенно новый личный, совершенно новый музыкальный инструмент, которому надо приспособиться, которому надо понять, услышать его наиболее интересные стороны, то, за что его и любят слушатели, какие-то звучания. В программе выступление, которое прошло в уютной камерной обстановке, произведение, которое часто исполняется именно в рождественскую пору, они подарили незабываемые моменты и создали прекрасное настроение всем слушателям, среди которых были как просто любители волшебного звучания органа, так и воспитанники детской школы искусств. Мне всегда нравилось творчество Баха. Я играю на фортепиано и очень часто играю его произведения. На этом концерте мне очень было интересно познакомиться с произведениями Баха, которые мне мало знакомы, и они мне очень сильно понравились. Он как-то завораживает, ты проникаешься в этот звук, и тебе это очень нравится. Но органная музыка, она все-таки, наверное, дает вдохновение полета человеческой души как бы в космосе. Наверное, тот, кто писал эту музыку или музыку для органа, композиторы, они вдохновлялись космическими какими-нибудь лучами. Просто потрясающий концерт, произведения были замечательные, исполнение выше всех похвал. Просто потрясающе, что в нашем городе Видное есть возможность послушать такой уникальный инструмент, как орган. И уже совсем скоро в стенах школы искусств пройдут новые концерты органной музыки. Приглашаются все желающие. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Видное ТВ. В детском оздоровительно-образовательном центре «Дельфин» в Видном прошла уже ставшая традиционной елка на воде. Грандиозное представление, которое подготовили тренеры и ученики центра, называлось «Новый год в Лукоморье». Такие необычные елки в «Дельфине» проводят с 1993 года. И каждый раз организаторы и актеры находят, чем удивить зрителей. Подробности в нашем следующем сюжете. Новый год. И в нашем Лукоморье наступит скоро Новый год. Покрыться снегом дуб зеленый, подвинуться тот же год ученый. В этом году гостей «Дельфина» ждала встреча с любимыми героями пушкинских сказок. Новый год в Лукоморье получился зрелищным и полным приключений. Не обошлось, конечно, без каверс Бабы-Яги и Лешего. Именно они украли подарки у Деда Мороза и Снегурочки и спрятали в большой книге сказок. Пришлось главным героям путешествовать по произведениям Пушкина и разыскивать пакостников и украденные. Слух давней, кто уж прошел. Вот подарки не нашел. Но, как и полагается в правильных сказках, добро победило зло. Яга исправилась и вернула подарки. Не без помощи главного новогоднего персонажа – Дедушки Мороза. Больше мы видеть не будем, что на поле мы забудем. После торжественного зажжения новогодней елки и выхода на бис всех участников представления, маленькие гости и мероприятия ждали сладкие подарки. Ребята в кулуарах активно делились впечатлениями. Было очень весело. Мне очень понравилась эта Баба-Яга, такая вот эмоциональная. Они очень красиво танцевали. Еще в воде было очень красиво. Замечательное представление для взрослых и деток. Все очень довольны. Мы ходим уже не первый год. Нам очень понравилось. Большое спасибо хотим сказать всем организаторам, всем тренерам, всем деткам, которые участие принимали. Все организованно правильно, все дети довольны, все хорошо. Мне понравилось, что там была Баба-Яга, то, что они украли подарки. Ну, все там интересно было. И, ну, еще там плавцы плавали. Мне больше всего понравилось, когда на воде плавали. Корабли, везли елку. Елки на воде проводят дюльфини с 1993 года. Традиционно в них участвуют как сотрудники центра, так и ученики. Ну, здорово. Столько позитива, когда танцуешь. Вот и в прошлом году я танцевала, и в этом, ну, куча эмоций. В этом году все прошло, как и всегда, отлично. А работой оценена в твердую пятерку. Главное, что понравилось детям, что дети были довольны, счастливы. У всех были на лицах улыбки. Потрясающее ощущение. Вот это вот и драйва, и вот ты кайфуешь здесь. И вот это от детей, вот это этих вот, от всего просто. Это очень здорово. Мы, когда начинается запись сказки, вот уже начинается вот это вот, вот это настроение шикарное. Просто очень здорово. Несмотря на довольно плотный график тренировок, команде дельфина каждый год удается подготовиться к мероприятию на отлично. Все дружно пишут сценарий, подбирают музыку и песни, работают над диалогами героев, а затем приступают к репетициям. Для них нужен пустой бассейн, что в дельфине бывает нечасто. Поэтому репетиций всегда немного. 160 детей воспитанников принимают участие. Вот так, если посмотреть, вроде бы как не видно. А если мы возьмем в общем воде, русалки, это синхроники. Ребята, которые плывут вначале, это у нас спортсмены. А потом все эти девчонки, которые аэробика, танцы, все это, все совместно. Просто каждый это делает от души. Желающих попасть на елку на воде настолько много, что мероприятия приходится проводить несколько раз. В среду Новый год в Лукоморье покажут в поселке Развилка. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Зима в Подмосковье. Проект губернатора Московской области, который объединил работу всех муниципалитетов по созданию новогоднего настроения у жителей и гостей региона. И в Ленинском районе в нынешнем году каждый сможет найти занятие по вкусу. Любите кататься на коньках? Для вас открыты катки и хоккейные коробки. Предпочитаете лыжи? Добро пожаловать в парки. А еще вас ждут замечательные горки. Стоит только захватить ледянку и хорошее настроение обеспечено. Ну а если вы любите веселые представления, игры, мастер-классы, следите внимательно за афишей новогодних мероприятий. Их в разных поселениях района будет в достатке. Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм. В этих социальных сетях появилось сообщество «Зима» в Ленинском районе. Афиши, анонсы, туристические маршруты. Все это вы сможете там найти и спланировать свои новогодние каникулы. Сегодня мы решили открыть сезон катков. На территории Ленинского района подготовили 27 ледовых покрытий. Вы сегодня тоже будете кататься? Обязательно. Я сегодня не один пришел. Я первый раз сегодня поставлю на коньки свою дочку. И коротко о погоде. В середине недели никаких резких изменений в погоде не принесет. Небо будет закрыто облаками, из которых станет приниматься небольшой снежок. По ночам сохранится мороз до минус 10 градусов. Днем в Ленинском районе минус 7-9. А у меня на этом все. Увидимся завтра в это же время. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова